Одним из вопросов повестки дня сегодняшнего саммита является обращение глав государств к народам, стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. На фронтах самой разрушительной и кровопролитной войны, а также в тылу, нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений. Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечивал всю страну топливом. Более 70% нефти, 80% бензина, 90% моторных масел, столь необходимых для фронта, приходилось на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтяносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтяносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимой для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины с тем, чтобы они не достались врагу. То есть там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч. Весом вклад в нашу общую победу и представители азербайджанской науки, так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедальев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «катюши» и другое вооружение, ставшее кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного, позорного режима Народного фронта 1992-1993 годы, 9 мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям. Одним из первых решений Гейдара Алиева после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая, днем победы, с тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гаригину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гаригин-Нжде. Большая группа ветеранов войны и стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад, в кавычке открыты, о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кавычки закрыты. В котором говорится дословно, бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля, националистического толка, как Гаригин-Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим Рейхом. Это позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в шестом томе издания «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны», 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941-1945 годы», изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится. В рамках агентурного дела на Абергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала Дашнакской армии эмигранта Тер Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии идут излишни. Нжде был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме. Так вот, этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ. Благодарю за внимание. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.